Продолжение следует... Уходить ему из бокса или не уходить после боя Усик Джошуа. После того, как кто-нибудь из них выиграет. Долго думал над этой... Это уже довольно-таки старая новость. Но долго думал над этим заявлением. И я так понимаю, так как бой с Джошуа был анонсирован. До этого, но он сорвался. Я так понимаю, что если победит Джошуа, то Фьюри проведет бой. Если победит Усик, то он завершит карьеру. Мне кажется, что он ведет себя минимум как трус. Из-за того, что убегает от победителя боя Усик против ЭйДжея. Я вообще не понимаю, что происходит. Когда Фьюри начал косплеить Флойда Мэйвезера. Он, говорящий о том, что он непобежденный. И хочет уйти, скажем так, в отставку как можно скорее. Ну, я помню, как после первого боя с Уайлдером, который закончился ничьей. Он говорил на камеру, что типа, я боец. Если меня побьют, пусть будет так. Мне плевать на деньги. Наследие для меня это все. Ну, и в том же духе. Где этот мистер, который говорил, ни один живой мужчина, рожденный женщиной, никогда не сможет победить меня. Я непобедим. Я лучше Али. Вообще, я так покопался, скажем так, в карьере Фьюри. И на самом деле, он всегда заботился о своем нуле. Эго Фьюри с трудом справляется с победой. Поэтому явное поражение повергнет его в какую-то особую нисходящую спираль депрессии. Я помню, как ему после победы над Чесорой, первой победы над Чесорой, предложили бой с Виталием Кличко. И он от него отказался по непонятным причинам. Ну, теперь уже по понятным причинам. То есть, человек бережет свой ноль. Также, он сам признался в каком-то интервью, уже не помню. Возможно, это, конечно, фейк. Но он сам признался, что типа симулировал сломанную лодыжку, чтобы отложить матч реван с Владимиром. Не знаю, правда это неправда. Но насчет того, что спустя несколько месяцев после травмы лодыжки, он явился на допинг-тест, да, вот этот, который делается, под наркотой. То есть, он сидел уже довольно-таки долго на наркоте. И, то есть, понятно, показало, что он под наркотиками, и бой вообще отменили. То есть, и если Усик снова выиграет бой с Джошуа, вот как вы думаете, он собирается драться с Фьюри? Я думаю, что Усик, ну, то есть, он много раз заявлял, что главная его цель – это стать абсолютом в хэви-вейте. И Фьюри находится всего вот в одном или двух боях от боя за абсолют. И внезапно Фьюри уходит на пенсию. Ну, как это вообще? То есть, бой за абсолюта, ну, прямо за углом, по сути. Это бой, который делает Фьюри великим. Но вместо этого Фьюри уходит в отставку. Интересно, почему? По его словам, Усик – обычный средневес. Он много раз насмехался над Джошуа, что Джошуа победил какой-то там средневес. Он говорит, что он лучше Али, но бережет свой ноль. Ну, то есть, у меня… Я уже смирился с тем, что Фьюри очень много говорит. И это не стоит, в принципе, вообще большую часть его заявлений воспринимать за правду. Но если ты говоришь, что ты лучше Али, как быть с этим? То есть, почему не рискнуть, чтобы быть действительно великим? Он в шаге от боя за звание абсолюта, но не хочет испортить идеальный рекорд. О каком величии тогда вообще может идти речь? Спасибо, друзья, за просмотр. Напишите в комментариях, как вы считаете, Фьюри избегает Усика или тут что-то другое? То есть, возможно, я как-то не так понял эту ситуацию. Но я вижу, по крайней мере, ее так. Спасибо за просмотр. Пока.